Новосибирский дискуссионный клуб Сергей Ивашенко, постоянный участник наших бесед Некоммерческий культурно-просветительный фонд Союз Украины Просветительский Председатель правления фонда И действующий сотрудник МВД РФ Чекмарев Дмитрий Тоже у нас уже не первый раз Я хотел предложить немного Такую своеобразную систему проведения беседы Она будет наверняка дискуссионная Человек один выступает 3 минуты на заданную тему И потом второй человек выступает на эту тему Можешь спорить, можешь не спорить Можешь просто свои мысли говорить То есть по 3 минуты каждому участнику беседы И так пока мы не завершим, пока нам будет интересно Если кому-то будет интересно, пожалуйста, будьте с нами Значит, первым ответит на мой вопрос Пожалуйста, тот, кто вытащит короткую спичку Ну давайте, пожалуйста Вот Сергей отвечает Мне все привезет Хорошо Обозначу тогда такую систему Сегодня мы будем говорить, конечно, об Украине Ваше видение причин того, что случилось на Украине вот в эти годы В Украине? Не надо только Ну, я буду говорить по-русски, вы говорите по-украински Я говорю по-русски на Украине Значит, что там случилось Ну, не надо пока заглядывать вглубь веков Давайте вот в наши моменты углубимся По крайней мере, с момента разрушения, может быть, Советского Союза Давайте Сергей, Ваше видение Ну, я не буду углубляться с момента разрушения Советского Союза К сожалению, этот факт уже свершился Я понимаю, мы можем... Это уже определенная, другая дискуссия по поводу разрушения Я понимаю только одно Сейчас, после разрушения Советского Союза Образовались ядерные страны Ну, несколько ядерных стран, будем так сказать Третий под потенциалу ядерной страной мира Получилось Украине Так как у нее было очень много Именно в Советском Союзе В том числе те же самые лебеди, которые у нас летают Которыми сейчас гордиться Они что же с Украиной, правильно? Ну, и был подписан Будапештский меморандум Так сказать, образован новый институт Будапештский меморандум В ходе которого Украина отказалась от своего ядерного потенциала И три государства То есть, именно Великобритания Соединенные Штаты Америки и Российской Федерации Ей гарантировала замену этого Что она откажется от ядерного статуса Территориальную неприкосновенность Институт этот разрушен Так как, ну, если раньше можно было этим Как бы Будапештским меморандумом Все вкололи глаза Мог сказать, видите, вот не обязательно Обзаводиться ядерным оружием То теперь все вооружаются Вы же знаете, КНДР у нас уже ядерная страна После, так сказать, нарушения Будапештского меморандума Кто у нас еще? Иран у нас пытается вооружаться Имеют уже баллистические ракеты и прочее Люди, страны понимают Что единственное, что гарантирует Интерриториальную неприкосновенность Это ядерное оружие Потому что Российская Федерация Просто-напросто Сославшись на то, что там Слышался переворот Фашисты, не фашисты То есть этого не было Будапештским меморандумом Что там никто бы не подписал бы его Я имею в виду Украину Если бы там было написано Что там кто-то придет к власти Или еще что-то Какие-то оговорки были Гарантируется территориальная неприкосновенность Теперь Крым оккупирован Война в Донбассе Развязанная Российской Федерацией Куча беженцев Огромные деньги Которые тратятся Жертвы В конце концов Мы имеем санкции И мер Сильно раскололся Будем так говорить Ну, это все Я все? Ну, в общих чертах Нормально Пожалуйста, Дмитрий Спасибо Я прежде всего хочу сказать, что Мое мнение Это мнение просто человека Гражданина Никак не связано Ни с партийными Какими-то предпочтениями Ни с ведомственными Ни с какими-то официальными Точками зрения Мнение мое Как человека Но вот В случае Будапештского меморандума Это мнение Оно соответствует И объективной реальности Как ни странно То есть Меморандум Подписанный в Будапеште Это не обязывающий Международную правовую обязательность К сожалению Это всего лишь Типа протокола О намерениях То есть Конкретных обязательств Ни на Москву Ни на западные державы Этот меморандум Не накладывал На него Не ссылается Сейчас В международных Правовых отношениях Никто Потому что Он должен был получить Дальнейшее развитие Он не получил Может быть К сожалению Может быть Стабильнее была бы ситуация Это Даже Пример Серьезного Обязывающего документа Как заключительный акт Совещания по безопасности Затрудничества Европы 1975 года Был растоптан На 90-х годах В Югославии Даже на это Не посмотрели А меморандум Это Как предварительные Переговоры То есть Линия была задана Правильная Ядерное оружие Чем в меньшем Количестве Субъектов Сосвяточено Тем легче Контролировать Тем легче Влиять на эти процессы Правильно было сказано Про КНДР Про Иран Это уже за рамками Договора О не распространении Ядерного оружия Меморандум Задал тон Задал тренд И вина Может быть Этих Предшественников Господина Кучма Господина Ельцина Что не получила Твердого Закрепления В двухсторонних Многосторонних Договорах Это не договор К сожалению Это просто Собрались Подумали Может быть Был элемент Ну не знаю Торга Не торга Но Тогда Дипломаты Что-то решили Как проще На тот момент было Все свезем в Россию И будем дальше Работать с Россией В плане контроля Над ядерным вооружением Вторая ошибочная Позиция Первая Что не является Обязывающим документом К сожалению Меморандум Второе Что ядерное оружие Является гарантией Территориальной силы Россия Обладая ядерным оружием Вторым По потенциалу А по тактическому Ядерному оружию И первым Потеряла фактически В 96-м году Часть территории Чеченской республики Ичкерия Как так тогда Назалось В Хасавюрте Был подписан Договор По которому Получила фактическую Независимость Чеченская республика При этом Правда Продолжались Все бюджетные обязательства Стороны Москвы Все выпады Социальных пособий Пенсий Шли Перечисления Все шли Ни на одну копейку Никто не был Общитан Но фактически Получили до Начала Второй Компании Так называемый Получила Чечня Независимость То есть Ядерный потенциал Тут ничем К сожалению Не помог Второй Момент Выяснили мы Что ядерное оружие Не помогает Сохранить Целостность Третий момент По поводу Развязанной Агрессии Со стороны России 12 мая Этого года Шевченковский суд Города Киева Отказал После двух лет Разбирательств Отказал Признать факт Российской агрессии Против Украины Причем ИСЦИ По российскому Говорят ИСЦИ Те кто подавал заявление Это проект Открытый суд Правозащитники Они обвиняют В этом администрацию Порошенко И обвиняют МВД Украины Что в феврале Пришел факс От администрации Президента Где просили Перенести сроки Рассмотрения Для выработки Правовой позиции Президента Все на этом Я не остановлю Еще полминуты Да, полминуты А в дальнейшем Поступила Правовая позиция Что просьба Суду Отказать В этом иске Просьба Со стороны Администрации Президента Порошенко То есть Юридический факт Агрессии Отказались Признавать Суде Буквально Несколько дней назад Дело в том Что Я говорил Именно О Вы знаете О нападении Другой страны Маленькая реплика Сергей Я прошу прощения Маленькая реплика Вашими словами По-русски говоря Что если бы У Украины Было ядерное оружие То этого бы не случилось Не случилось Я перевожу Сто процентов Сто процентов Дело в том Что Вы говорите О Чечне Правильно Кто-то напал Что Чечня Отсоединилась То есть Именно Кто-то Заключил договор С Российской Федерацией Вдруг Напал И Чечня Так сказать Окупировал Чечню Другое государство Или что Вы Именно Смешиваете Именно Сепаратизм И Открытую Агрессию Страны Которая Подписала Там Я все равно Какая разница Украина Отказалась От своего Ядерного статуса Она поверила Она подписала договор Ядерное оружие Кому Подождите Кому она передала Ядерное оружие То есть Это настолько доверяли Своим братьям Славянам Понимаете Отдали Ядерное оружие Отдали Вот этих белых Лебедей Которые сейчас летают То есть Это серьезное оружие Правильно А теперь Крым Оккупирован Донбасс Оккупирован Идет война Едут Наемники С Камчатки Совсюду Едут Эшелоны Наемников В Донбасс Оттуда Едут Эшелоны Беженцев Вы знаете Вот Все что мы Имеем И ядерное Оружие Это я говорю Получается Да Вот знаете У нас Некоторые До такой степени Уже договорились Что говорили Вы знаете Говорит Вот сейчас На фоне этих событий Гитлер Сделал неправильно Ему надо было Когда он ввел Войска В Судетскую область Надо было Провести референдум И это было бы Все законодательно Знаете Сколько бы мы Не тонули Вот в этих Красивых речах Суть остается Одна Просто-напросто Одни доверяли Другим А они Просто-напросто Обманули И не просто Обманули Это теперь Становится Как бы сказать Серьезная проблема Потому что Раньше Вот До войны С Российской Федерацией В Украине Даже 22% Еле-еле Доходило Этот Опрос населения До 22% Людей Которые Хотели Вступить В НАТО Сейчас 67% Чего добились Сделали врагами Людей Которые Всегда Были Друзьями Извините У меня Спасибо Говоря о Чечне И была Или не была Агрессия Если Рассуждать Нерками Нынешних Украинских Политологов То агрессия Была против России Совершена Со стороны Катара Саудовской Аравии Турции И как ни странно Украины То есть И наемники Как специалисты Я с этим сталкивался Лично Выпускники Одесского училища Артиллерийского Были У Масхадова Сам неплохой артиллерийский У него были Специалисты Воевали Украинцы Воевали Турки Арабы Финансировали Арабы То есть Мы можем Тогда С таким же Успехом Точно с таким же Успехом Объявить Агрессорами Украину Турцию Катар И Саудовскую Аравию Видимо По той самой причине Что это Недостаточное Основание Киевский суд Шевченковского района Отказал В признании России Странной агрессором То есть Пока это Просто разговоры Два года Активисты Пытались доказать МВД Отказалось Предоставить Доказательство Агрессии На запросе Суда Президент Порошенко Попросил Отказать Выски Отказали Два года Разбирайтесь Де Юры Мы вернулись Ту же самую точку Поэтому Чтобы проблему решать Ее нужно Назвать Своими именами То есть Беженцы Оккупированный Донбасс Это внутренний Вооруженный Конфликт В Украине И здесь Допустим Беженцы Завтра у меня Будут Ландшафтным дизайном Заниматься Бригада Из Украины И большинство Этих ребят Они не из Донбасса Например Полтава И Сумская область Завтра будут работать И процентов 10-15 Только из Донбасса Остальные Со всей Украины И мне вот Почему приятно И интересно Поговорить с украинцами Потому что Проблема Украины В том Что мало украинцев Помните Как в советское время Шутку Почему нельзя построить У нас социализм По-шведски Мало шведов Мало украинцев То есть Эти ребята Уехали из Украины И дальнейшую свою жизнь Не связывают с Украиной В этом проблема Что Если придет Европа Наведет порядок Или придет Россия Наведет порядок Мы вернемся Если будет все хорошо А кто кроме вас Вернется И наведет порядок Поднимет уровень жизни Остановит рост цен Тарифов И так далее Россия не нужен Не Донбасс Вот я в этом плане С официальной точки зрения Абсолютно согласен Донбасс Это Украина России нужен Стабильный транзит Энергоресурсов Через Украину Больше ничего От Украины не нужно Поэтому Россия За стабильную Единую Украину Чтобы трубопровод Не сдали на металл Чтобы там не было Дикого поля И махновщины В масштабах всей страны Вот что нужно России Еще полминуты Буквально все Дело в том Что Вы хотите сказать Что Катар И Турция у нас Граничит именно Так сказать С Российской Федерацией Вы понимаете Масштабы тех наемников Которые у нас Нет Масштабы Вот вы говорите Наемников Я скажу одно Да Наемники были Но в каких масштабах Вы понимаете Не эшелоны Которые сейчас Вот едут Извините меня В Донбасс Огромное Просто количество Огроманное Здесь у нас Новосибирске Образовано уже Общество Вот этих вот Здесь в Новосибирске В моем любимом городе Образовано общество Вот этих добровольцев Так называемых Донбасс То есть наемника Которые фактически Являются наемниками Вы же сами понимаете Вы же юрист Вы МВДшник Они наемники Они поехали в другую страну Убивать других людей Понимаете Которые не сделали Ничего лично плохого Здесь сидел человек Помнишь тогда Палестинец Который Чем он отличился Грабил инкассаторские машины Он абсолютно Это заявил Человек Он грабил Инкассаторские машины В Бонбассе А что такое Инкассаторские машины Это извините меня Пенсии Зарплаты Что-то я не помню Женя Мы тогда обсуждали Это было на самом деле Он сам лично Давал интервью И я здесь его спрашивал Я говорю Зачем Грабить Инкассаторские машины Вот я бы с Новосибирска Поехал В другой Мне не понравилось Я поехал В Донбасс И пошел бы Грабить машины Инкассаторские Я говорю Зачем И они рассказывают Что якобы Инкассаторы Якобы им сами деньги дали Да никогда в жизни не поверю Я знаю Это люди Инкассаторы Это особый склад Людей Ни один инкассатор Просто так деньги Я говорю А у них тоже семьи были У них тоже семьи И вот собрался человек А теперь Этот человек Палестинец Возглавляет Общество Вот эти вот Донбасса Да Он здесь Да Он здесь Местный Жалко Не в ваших редактах Вы об этом Дело в том У нас дело в том Что я Про что я вспомнил Тогда Когда мы сидели Что у нас Были вот эти вот Советские времена Что у нас Более двух миллионов Бывших советских граждан В Великую Отечественную войну Были Извини меня Против Оказывали Ну будем так сказать Мягко говоря Содействие Фашистской Германии Правильно А некоторые вообще Воевали Что у нас Миллион двести Даже Воевали вообще С оружием в руках Ну в основном Конечно против партизан Но это же тоже Наши люди Второго ты имеешь ввиду А это Это многие Это и казаки И полицаи Там столько было Я когда читал Эти цифры Когда посчитывал Там огромное количество Народу Ну конечно И та же самая Галичина Которую мы тоже обсуждали Там вообще Тоже Дивизия Галичина Тоже была Извините В Белоруссии В Белоруссии Формировали Девять батальонов Полицаев Девять батальонов Полицаев Из белорусов Понимаете И кстати И шесть батальонов Из украинцев Потому что Украинцы тоже В Белоруссии живут Вот и все У меня все По поводу Масштабов Наемчества Я надеюсь Вы доверяете Советнику Главы СБУ Игорь Тандит Вот я смотрю Передачи В интернете Украинские Ведущие Спрашивают У Пана Тандит А сколько Насчитывают Вооруженные Формирования Незаконных Да Непризнанных Республик Он такой Точную цифру не стал Несколько десятков Тысяч человек То есть регулярных А сколько же там Российских Среди них Он такой Замялся Заерзал Ну там немного Потому что там люди Они за зарплатой Пришли В эти ряды Так сказать Влились Так сказать В вооруженные Формирования То есть Сказать Что там Какой-то значительный Процент Россиян Он не смог И это Это фактически так А другая сторона Медали Еще заключается в том Что Я не знаю Удивлен Если вы не в курсе Но Оплачивает Наемников Именно Там есть Определенный процент Тех кто приезжает Специалист Оплачивает Не кровавый Какой-нибудь Путин А Ренат Леонидович Ахметов В ДНР И Ефремов В Луганск Это вообще Не секрет Ни для кого Видимо Это большие деньги Для 2014 года Например Лето 2014 года 5000 гривен В день И до 15 В зависимости от ВУСа От специальности воинской И какой-то процент Поехал Именно за деньгами Туда людей Но это какой-то процент Это костяк Это специалисты И оплачивают им Именно местные олигархи Я надеюсь Вы знаете Что еще до событий Февраля 2014 года Уже формировалась Бригада Восток На деньги Ахметова Во главе с Ходоковским Из Недостатка вооружения В боеприпасах В комплектующих В запчастях Не было Все на деньги Рената Леонидовича По-моему Да Ахметова Все на его деньги Кровные Вот На Украине И на сегодня Огромный запас Боевой техники Советской Огромный Но она стоит Мертвым Грузом Почему? Нет запчастей А у Ахметова Нет этой проблемы Купить в Кургане Нижнем Новгороде Купить в Нижнем Тагиле Запчасти Это его деньги Это его интересы Как говорят Те кто знает Эту инсайдерскую кухню Что если бы Так называемые Днепропетровские Не проявили интерес К его активам На Донбассе То Ходоковский Скрутил бы Стрелкова И принес бы Завернутому В Киев В СБУ Сдал бы То есть Эта олигархическая Разборка Позволила Разгореться Вот этому конфликту А повторюсь От России Там ничего Не надо Кроме Работающей Трубы Еще полминуты Да ничего Да в принципе все Да дело в том Что Понятно Что там Кто-то там Нашли кассира Крайнего Да Теперь это Ринат Ахмет Вы вот военный человек Вы представляете Какие деньги Нужны Чтобы воевать Это Извините меня Даже вот Вы У Рината Ахметова Знаете Какой у него капитал Миллиарды долларов Ну миллиарды Сколько миллиардов Уже меньше стало Я точный цифр Не задавался Он обеднел За эти годы Я понимаю Что он обеднел Но дело в том Что Даже у Рината Ахметова Не хватило бы Таких денег Чтобы воевать Здесь нужна Более Мощная Структура А кто там Кассир Кто передает Деньги Кому Я знаю одно Я опираюсь Не на Показания Так сказать Председателя СБУ И прочее Я опираюсь Именно На то Что я Беседовал С различными людьми В том числе Кстати И с Наемниками Знаете Мир очень Тесен Понимаете Мир очень Тесен И вот я с этими Людьми беседовал И все Я говорю Когда человек Я знаю Командовал Наемником Еще в Боснии Герцоговине Приезжает Загорелый И все Я говорю Ты откуда Да из твоих Хохляньки А что такое Привозил деньги Там ребятам Не от Рината Ахметова От кого А здесь У нас Здесь Новосибирске Его Путин Медведев Кто Деньги Татья дал Какое это Отношение Имеет к Российской Федерации Это деньги Это к Российской Федерации Знаете Древние Древние Вот и няне Говорили Ищи того Кому выгодно Кому выгодно Понимаете Вот и все Что У нас здесь Пропагандируется Что Украинской нации Не существует Что Украина Извини Посредством Массовой информации Что это Недогосударство Что ему Все подарили Что вот они Украинцы Валялись На печах А им Подарили Донбасс И все И я Вынужден Извините Меня Даже вот На встрече С учеными Людьми Говорить Я говорю Слушайте Вот Давайте Даже возьмем Грубую Даже Статистику Я говорю Украинцев В Луганской Области Допустим Было 50% Я говорю Только Украинского Населения В Луганской Области Это уже После индустриализации Что много Украинцев Поуезжало Вы знаете Советский Союз Был и прочее Правильно Но тем не менее Это только Украинцев Остальные 50% Это не только Украинцы Там есть и цыгане Армяне Ну различные Народы Советского Союза Которые Там Жили Не только Русские Донецкая Область 60% Украинского Населения Это статистика Понимаете И Это только Украинского Населения Я говорю Так ребята Кому Это уже Это то что Осталось Кому Эти области Должны были Отойти Потому что Нарезалось Это все Я говорю Мне до сих пор Говорят Говорят Откуда у вас Родственники С этой самой С части Украины Я говорю С Брянской Области Там есть Клинцы Сураж Нече Это Отрезвие Черниговщины Довольно таки Хороший Ламонь Понимаете Но я Не бегу Извините Меня там Не хватает За автомат Не бегу Там Вот давайте Это все Вернем Потому что У меня еще Советское Старое Воспитание Нам нечего Делить Мы не Объявляем Русских Неда Каким-то Народом Не говорим Что это Извини меня Это что за Нация такая И прочее Правильно А здесь Средства Массовой Информации Фактически Проводят Фашистскую Фашистскую Пропаганду И обвиняют Нас То что Нас Фактически Не существует Что ты Если убьешь То украинца Фактически Психологически Чисто Ты получаться Никого не убьешь Потому что Его не существует Ну вот он я Украинец А еще и Грек Католик Вдобав Получается Посредством нашей информации Я получается Враг Уговор Дорожь Денег Ну да Ну может быть Я не те Средства Массовой Информации Смотрю Я ничего Подобного Не слышу Единственный Кто Вызывает Подобные Ассоциации Ну это просто Троллинг Мне кажется Его специально Для поднятия Рейтинга Это Петр Толстой И передача По моему Время покажет Единственный Кто себе Позвольте Скажет Что Да Украины Как государства Нет Или не будет Или его не было Это единственный Профедеральный канал Еще я видел На передаче У Соловьева Польский Один политолог Который Именно этими словами Он и говорил Что Не до государства Как-то еще Оскорбительно Это польский политолог Которому Возможность Ответить Была со стороны Там целая Ну не пригаданная Группа Хорошая Ковтун Карасев Воронина Яхно Они могли Ему достойно Ответить Вот он Один такой Больше Я просто может быть В другом параллельном мире Живу Я не вижу Никакой Антиукраинской Пропаганды Я говорю Официальная Позиция России Как государства Донбасс Это Украина Вопросов тут нет Я В этом я согласен Как человек Угрожен Я в другом Допустим Не согласен Что Российское государство Считает Легитимным Власть Которая сейчас В Киеве Я считаю Она нелегитимна Но это мое личное мнение А государство Считает Что легитимна Петр Алексеевич Порошенко Избранные законы Президента Украины И так далее Есть такая позиция Значит Ее будет государство Придержаться О каком-то Разнозданном Антиукраинизме Но нет Такого явления В то же время Включая Каналы Украинские Актер Снимался Пока было возможно В России В сериалах Ко мне Мухтара Возвращение Мухтара Алексей Аристоевич Дает интервью В феврале Этого года Украинским Телевидимем И вот когда он говорит Что война Будет продолжаться С Россией Годы Десятилетия Будут воевать Наши дети И внуки Его спрашивает Ведущая Балабай Такая госпожа Скажешь Что-нибудь позитивное В конце 40-минутного интервью Я скажу Позитивное Победим мы Потому что Европейская нация Всегда побеждает Нацию Азиатскую Вот спасибо Вот это позитив И вы говорите Что нету нацизма Вот это был В чистом виде нацизма Сказанный На украинском Телевизионном канале И таких моментов Хоть отбавляю У нас их Только у маргиналов Я считаю Высказывают Ну Толстой Может быть по сути Не маргинал Но он журналист Как древнейшая профессия Он поднимает Рейтинг передачи Тем самым Он один такой Я считаю Остальных Мы берем Кого угодно Бабаян Соловьев Нет такого Украина Государства Украина Субъект Международного права Субъект Международных отношений И позиция России Замечается в том Что Украина Это единое государство У которого Есть проблемы Проблемы Есть в юго-восточных регионах Но Решать оно должно Их Само Вот эти даже Немножко Это говорит О какой-то Недостаточной Ну что ли Еще полминута Да Все эти нормандские форматы И так далее Это о том Что государство Пока не вполне Действоспособно Оно должно Вообще Самостоятельно было решать Без России Без Брюсселя Без Парижа Берлина И Вашингтона То есть Такое мое мнение Оно совпадает С официальной точки зрения Дело в том Что хорошо Что вы Именно Затронули Именно тему Легитимности Так сказать Власти Дело в том Что Я не считаю Если мы Начнем Так сказать Затрагивать Такими моментами Потому что Если Расстреляли Белый дом Тогда Уже Легитимность Власти В Российской Федерации Была под вопросом Все А то что Другие Извините меня Есть Передачи Я тогда Смотрел Вот у нас Допустим Есть Так он Богдан Беспалько Который Занимался Именно При Московском Государственном Университете Там был Такой Как она Господи Кафедра Украинистики И белорусанистики Понимаете То есть Несколько лет Богдан Беспалько Сейчас он Является Советником Президента По национальным Вопросам И он Лично По центральному Телевидению В передаче Сказал Я изучал Несколько лет Человек Получал Деньги За это Я изучал И я изучил Одно Что Украинской Нации Не существует И все И этот Советник Президента По национальным Вопросам Сейчас Находится Там В Кремле И я Лично Видел Потому что Я лично С ним Знаком Мы с ним Беседовали Много Он сюда Приезжал В Новосибирск И у нас Не было Никаких Трений Но Сейчас Пошла Вот такая Полемика Понимаете Я Я не знаю Просто я Неправильный Человек Как говорит Задорнов Я вижу То что Не видят Все Я предсказывал Вот эти Отношения Еще давным Давно Помните Когда у нас Делили ГАЗ Когда Вот Украинец То То у нас Делили Черноморский Флот Знаете Доходило До идиотизма Уже шутили Говорят Ивашенко Не давать Зарплату Пока Хохлы Не отдадут Там Черноморский Флот Вот так Нет Серьезно Была такая Шутка Я не любитель Придумывать Понимаете Ну И потом С этим Газом Я говорю Слушайте Просто с людьми Все время Газ вот Ворует Хохлы Ай-яй-яй Газ Я говорю Тебе-то Что с этого Я говорю Что случилось И постоянно На Украину На украинский народ Были нападки Нападки Еще до войны Еще при Борисе Николаевиче Ельцине Понимаете И это все Сумер Я в 2008 Году Я написал Работу Учет Национального фактора В государственном Муниципальном управлении Еще в Сибирской Академии Государственной службы Я именно Задевал этот вопрос Что Именно Сейчас Мы тогда Двигались К войне И мне тогда Поставили Три Хотя у меня должен был Красный диплом Быть Понимаете Потому что Профессора Сказал Как вы можете Говорить Что мы Мы Два Братских народа Движемся К войне Понимаете У людей Это в голове Не укладывалось А я Судил Именно По фактам Вот так Как у нас Средства Массоинформации Еще тогда Готовили Именно Вот эту Ненависть К Украине И к украинскому Народу Извините Абсолютно Согласен С тем Что В 93 Году В России Имел место Переворот Расстрел Верховного Совета Законно Избранного Легитимного Органа Власти Законодательного Органа Власти В дальнейшем Незаконно Пришедший На волне Этого Природа Власти Ельцин Развязал Как я Я никогда Этого не скрывал Поэтому Может быть В течение Более 20 Почти 25 Лет В одном звании Ходил Никогда Этого не скрывал Серьезно Что Преступная Была развязана Компания Первая Чеченская Чтобы отвлечь Внимание Населения От Социальных Проблем 90-х годов Варварской Приватизации Дикого Капитализма Которой Была развязана Эта война Поэтому В дальнейшем Если бы Речь шла Просто О передаче Как бы Передав Власть Нелегитимно Было бы Незаконно Нелегитимно Дальнейшие Выборы Показывали Более чем Минимум 70% Поддержку На выборах Совершенно Реальную Поддержку Нынешнего Президента То есть Это было бы Нелегитимно Если бы Передав И тот Воцарился Я почему Считаю Не из-за Переворота Февраля Хотя До юра Это был Именно Переворот Когда говорят Что Янукович Бросил И куда-то Убежал Когда Януковича Незаконно Остранили От власти Он находился В Харькове На съезде Затем Он поехал В Крым Что тоже Территория Украины На тот момент Была абсолютно И де юра И де факто То есть Он был отстранен Но дело Не в этом Я считаю Что предвыборная Компания Когда Помните С трусами Одного из Кандидатов Как с флагом Носились Угрожали Физической Расправой Людям Она была Проведена Незаконно И многие Политические силы Огромные Группы Населения На этих выборах Высказать Не то что там Хороший или плохой Порошенко Я от этого Абстрагируюсь Я говорю По то что Не было Равных условий Справедливых Для всех Кандидатов Поэтому Выборы Были Незаконными Хотя Многие Пункты Программы Которые Он озвучил Они звучали Очень даже Для того времени Хорошо Действительно Ограничиться Рамками Антитеррористической Операции Что это такое Как у нас Называется Контритеррористическая Операция Когда она Занимает Дни и часы Когда она Локально ограничена Когда целью Становятся Настоящие террористы А не целые Жилые кварталы Когда это все Было озвучено Но на деле Это все Пришло к тому Что мы сейчас имеем Поэтому Я когда говорю О нелегитимности Режима Я говорю о том Что выборы Были проведены Незаконно У вас есть сомнения Что Путин победил В 12-м году Я думаю нет Абсолютно Абсолютно сомнений Почему? Будет время Я думаю Что мы можем Спорить про проценты Но про победу Причем в первом туре Спора нет Поэтому он легитимен Нравится нам Или не нравится По поводу Еще полминуты По поводу советников В Кремле Беспалька А вы знаете Что в Кремле Был советник Корчинский Лидер УНАУ После того Как он уже воевал В Чечне Он воевал В Чечне Против федеральных войск А в 2000-х Он давал советы Суркову Он же туда Это настоящая фамилия Человек Это нормально Человек зарабатывал Деньги Давал советы Как бороться С оранжевыми революциями Цветными Поэтому Это не показатель Идеи Беспалька Они в каком-то указе Воплощены Можете привести пример Вот у сне Есть Что такое Дело в том Что Я Вы говорите По поводу Легитима То есть По поводу выборов Я скажу В фашистской Германии У нас Сколько процентов У Гитлера было Извините меня Сколько И он был легитимным Да И он считается якобы легитимным Это к тому Да Он был легитимным То есть вы Понимаете Я говорю Получается у нас Все верно Что Гитлер Когда вошел в суде Зря он не сделал Все-таки Референдум А иначе бы Все бы было нормально Так же бы сделал бы Российскую федерацию Вернее тогда Советский союз Надо было встать И сделать референдум И все То есть получается так что ли И я тогда помню Эту Извините Новогоднюю ночь Когда Ельцин Помните Когда он уходил И он передал власть Официально Не легитимный Передал власть Я это тоже помню Понимаете И говорить о том Что Якобы легитимный Тут очень большой Тем более я помню Этот скандал Когда Медведев Проговорился Что у нас Одни выборы Вообще выиграли Коммунисты Помните Я знаю В 2006 году Подобили коммунисты Я работал на этих выборах Да Было такое Понимаете И после И после вот этого Как бы У меня нет Абсолютно Никакой Уверенности В легитимности И вот эти проценты Все Которые Являются дутами Это знаете Как у нас Анекдот Ходил Борис Николаевич Прибегает Я не помню Борис Николаевич У нас Коммунисты Набрали 100% Голосов А что ж ты Радуешься На выборах А у вас Борис Николаевич 102% Голосов Понимаете Вот уже народ Уже тогда Шутил Именно над этими Процентами И сейчас То же самое Осталось Все Та же самая Система Тот же самый Подсчет голосов Я не удивляюсь Первые Вот эти все Победы Непонятно Когда он Выбирается Как у нас Губернаторы Иногда Выбирается Ничего из себя Не представляющие И прочее И прочее Но вернее Они уже Не выбираются Они назначались И все Так что Здесь Очень Не знаю Все поддается Сомнению Извините Я думаю Этот разговор О легитимности Можно прекратить Потому что И отсюда Прозвучало Я как сторонний Наблюдатель Понятная мысль Прозвучала И отсюда Прозвучало Понятное Предмета Для спора Нет Что я считаю Что был переворот Место третьем Году Также Сергей Неоспарик Что в 14 Годове Тоже имел Место Переворот Именно Переворот Просто Я встречался С людьми И я знаю Каким образом Правил Ребята Я встречался С украинскими Бизнесменами Они мне Рассказывали Когда приезжал Говорит Вот Приедет Этот Янукович И говорил Как он Правило Железной рукой Вот Перепиши На моего человека Часть своих акций Я лично С людьми Встречался Понимаете Я не спорю Не то что Людей арестовали Кстати Арестовывало Людей Никто Игновило То же самое СБУ И кстати СБУ До конца Было СБУ Вопросов Да СБУ Было Тогда До конца Между прочим За этого За Януковича Но он просто всех кинул В том числе И свое любимое СБУ Все Сергей Ты уже Переиспал Будешь Добавлять На эту тему Буквально Два слова Здесь нет предмета Для спора Для разногласий Может быть Человек легитимным Абсолютно И в дальнейшем Совершать что угодно В дальнейшей Политике Советую посмотреть фильм Американский документальный фильм Туман войны Где бывший министр обороны Макнамара Рассказывает От своего прямого лица О том что он Ему удалось пережить Он прям говорит Мы были военными преступниками В ходе второй мировой войны В ходе войны в Вьетнаме Мы уничтожали сотнями тысяч Мирное население Он себя не оправдывает Но знаете как оправдывают Другие деятели Что Немцы Выбрали Гитлера Законно Легитимно Большинством И пусть за это Немцы отвечают В Дрездене В Гамбурге Сгорев Заживо Вот это неправильная логика Людоедская Но Они же не оспаривают Что выбрали Легитимно Теперь весь народ Отвечает То есть поэтому Я хочу сказать Что вопрос легитимности Он не освобождает Кардлан что не дает Я про что и говорю сейчас Что сейчас На российском народе Именно лежит Та ответственность Вот когда Сейчас В развязывании Той самой войны Против братского народа Украины Незаконной оккупации Крыма Пускай Там Я не знаю Вот честно скажу Вот китайцы Они очень уважают Прежде всего Для них честь Это Вы знаете В азиатской культуре Это очень много значит Если человек Даже не просто Подписал документ А даже просто Пожал руки И Ну то есть Как бы сказать Не сдержал свое слово Это это много значит А сейчас После оккупации Крыма И Донбасса Когда Суда Вот Поизвините меня Это По моему Ни для кого не секрет Когда у нас Вон Гробы Идут постоянно Вон В Алтайском крае И прочее Открывают Эти самые Плиты Вот этих вот Погибших И прочее Там Я Это Они же снимают Это все по видео Это все видно Понимаете Это никто не скрывает Эти наемники Идут И в огромном количестве Давайте прекратим И не будем повторяться Сергей Время идет Значит Давайте так Эту тему Вы открыли Вы открыли Все Закроем эту тему Сейчас пока текущую Давайте еще Ну просто Мы ушли Именно от агрессии По поводу Мы ушли Давайте я задаю Следующий вопрос Зачем Давайте я задам Следующий вопрос Который вы еще Подискутируете И будем заканчивать Ваше отношение Сейчас будете Вы первые Начинать Дмитрий Отношение К тому Что произошло С точки зрения Независимость В том государстве Какое для себя Выбирают Тут нет Проблемы Не вижу То есть никто Вы сейчас Рассекреченные протоколы Заседания СНГО Наверное читали На Украине Это прокатилось Волной Там абсолютно Четко И однозначно 28 февраля Говорят На заседании Что абсолютное Большинство Населения Пророссийское И антиукраинское Вооруженные силы Деморализованы А милиция На большинстве Своем тоже Единичные сотрудники Сохранили верность Украине То есть Социологический Расклад Мнений Он был именно Таков Это реальность Не нужно На нее закрывать Глаза Это реальность Если мечтать О возвращении Крыма В ЛОН Украины Нужно В том Ракурсе Рассуждать Как иногда Себе позволял Петр Алексеевич Порошенко Что нужно Создать такой Уровень жизни На Украине Когда большинство Крымчан вдруг Захотят Вернуться на Украину Захотят и пожалуйста Но не по принципу Поездов Дружбы Вы знаете Что такие имели место И в 90-х И попытка была Остановлена Вот в эти события Не таким образом Надо возвращать Крым Если об этом Вообще говорить Вот мое мнение Просто Перед Как вы говорите Возвращением Крыма Я помню Эти Когда Зеленых Человечки Хотя Конечно Такое Унижение Считают Некоторые По центральному Видите Это весь Это все Монтаж Это не наши Войска Были в Крыму Когда вошли Они И потом Когда Сам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Сказал Что эти Зеленые Человечки Были нашей Армией И я скажу Некоторые Говорят Говорят Что якобы Вот это Именно Тот Контингент Который Там Извините Меня Был Не так Просто Такие Операции Вы знаете Военный Человек Всех Вооружили Одели В новую Одежду Ратников Аэропорты Помните Тогда Оцепили Как ездили Те самые Уралы С нашими Солдатами Российскими Я говорил Говорю Что это Это же Форма Наших Десантников Я говорил Тогда Я говорю Зачем В рай И все Сидели И все Это Спокойно Глотали До тех Пор Пока Сам Путин Это Признал Понимаете Тоже Так же Было Я знаю Что там Были Мир Очень Тесен Я служил В том числе И с нашими Бердскими Десантниками И прочее И все Они С Иркутска С Бердска Тут у нас С Кемеровской Области Они все Были там Все Были там В Крыму И всех Туда Перебросили Понимаете И вот я Почему И затронул Этот момент Когда нам Говорят Плохо Сделал Извините Меня Тот же Самый Гитлер Когда он Оккупировал Судетскую Область Он не Провел Там Референдум А здесь Все сделали Правильно Сначала Сначала Ввели Войска Оккупировали А потом Провели Референдум Да Интересно Очень интересно Это вы говорите Про какие-то Нормы Международного Права Извините Меня В этих Нормах Международного Права Еще у нас Нет Допустим Того же Мирного Договора С Японией А вы знаете Что Курильские Острова И часть Сахалина Была Частью Японской Империи Правильно Той самой Японской Империи И у нас До сих пор Нету С ними Договора И они до сих пор Извините Меня Печатают На картах Я сам Лично видел Южные Курилы Уходят Вокруг Хоккайдо У них Понимаете А Кумпартия Той же самой Японии Почему популярна Потому что Она вообще Требует Требует От Российской Федерации Вернуть Часть Сахалина Курильские Острова Вот и все Вы говорите О законности Пожалуйста Законность Все То есть Вы хотите Сказать Что в 90-х Годах Была совершена Агрессия Незаконная Со стороны НАТО Потому что Решения Совета Безопасности ООН Противоречили Действиям НАТО Попреки Решениям И резолюциям Совета Безопасности ООН Были Бомбардировки Были введены войска Введены войска И Отторгнута Часть территории Сербии Объявлена Косовом Албанское Большинство Получило Государственность Без всякого Референдума Как вы и сказали Вы почему-то вспоминаете Гитлера Почему не вспоминаете Клинтона Разве Цитадель Добра Демократия Не дает нам Пример Соблюдение Международного Права Если это Законно Почему Незаконно В Крыму Зеленые Человечки Не влияют На Голосование Абсолютно Они в кабинку Не заходили С автоматом Ни с кем То есть Процент За и против Не зависит От зеленых Человечков Синих Человечков До референдума Тот же Совет Национальной Безопасности И обороны Украины Абсолютное Большинство Населения Пророссийское И антиукраинское Это результат Голосования Показал Причем Здесь Вы хотите Сказать Что вся Система Международных Отношений После распада СУЗ Она вся Незаконна Потому что Ничего Выходящего За рамки Обычной Практики Не происходит Абсолютно Ничего Не происходит Есть Или были Зеленые Человечки Они должны Быть Почему Турецкие Военные Есть Сирии Американские Есть Английские Есть Наши Есть Их Не быть В Крыму Например Мы уже Не можем Быть Святее Папы Римского То есть Вы Приводите Всегда Гитлера Приведите Пример Клинтона Я Японию Приводил Японию В данном Случае Точно Так же Советский Союз Его Правоприемник Россия Не отдаст Ни хрена Японии Просто потому Что Международное Право В 90-х Годах Превратилось Из свода Правил В меню Кто себе Может позволить Сила позволяет Американцы решили Что мы можем Позволить себе Бомбить Независимое Суверенное Государство Без решения Совета Безопасности Вопреки Главе Седьмой Устава ООН То же самое Может себе Позволить Любой Как вы правильно Сказали У кого есть Для этого Сила Есть ядерное Оружие КНДР Позволяет себе Очень многое Чего нельзя делать По хорошему Исходя из Народного Права Поэтому Вы либо Последовательно Говорите Что Да Виноваты Американцы Создали Прецедент Виновата Россия Следует Этому Прецеденту А тут Вдруг Россия Создала Прецедент Нет Россия Не создала Прецедента Она В русле Находится Она В тренде Пожалуйста Дело в том Что У американцев Нет близко Российных Народов По моему Связи С той же Самой Юго Понимаете Все время Вводите Сначала Легитимности Нет Это не конкретно Все время Вот американцы Вот они Такие плохие А мы Хорошие Но мы Считают Да Но мы Считать Да То есть Получается Сейчас Почему КНДР Вооружается Потому что У него Сосед Извините Ну Китай Ему Ничего Сделал Потому что Китай Извините Он и Воевал За КНДР А у него Есть сосед Российская Федерация Вот мы Получаем Ядерное Оружие Вот мы Получаем Извините Меня Каких-то Задержанных И прочее То есть Ведут себя Люди Правильно Правильно По Так сказать По праву Сильного Вы сами Сказали Теперь По праву Сильного Значит Никакие Договоры Ничего Никаких Братских Народов Все Война До победного Кольца Уничтожим Друг друга Для чего Мне Когда Ноды Здесь Фестиваль Украинское Кино Который Кстати Я показывал Старые Советские Фильмы Его Закрыли Иноды Когда Пришли И сказали Говорит Слушайте Вы Почему Украинцы Местные Не хватайтесь За автоматы И не добивайтесь Чтобы здесь Был Государственный Язык Украинский Я Обалдел Тогда Сижу Слушайте Ребята Я на сцену Вышел А зачем Мне здесь Украинский Язык Я не хочу Жить Это мой Город Это моя Я не знаю Я здесь Украинец Я туда Приезжаю Я там Сибиряк Понимаете У меня Нету Никаких Извините Меня У меня Родственников Куча Русских Я не хочу Жить Бейрути Понимаете Воевать Что давайте По праву Сильного А вы что А вы слабые А кто Вы считаете Что Украина Украинский Народ Слабый И его Можно Всячески Так сказать Грабить Если так То Сами понимаете Что Ничего Из этого Не выйдет Хорошего Я помню Тогда Когда Помнишь Приезжал Проханов А как же Мы Давайте Мы взрывать Будем Эшелоны В Украине Жень Да там Был один Это выступает Нет 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 Ну Давайте Он говорит Да То самое Понимаете Там же Все таки Нет А как он Интересно Как он Отмазывался Говорит Ну это же Как вы сказали Это же Транзитная Страна Понимаете Там же Дороги Там же Газ Который Мы перебрасываем Это Экономически Невыгодно Плевать На какую Там Дружбу Плевать Что Родственники Все мы Очень Куча Транзитная Страна Экономически Мыслите Сергей Да не так Ну так Вопросы Не так И было Женя Ну пожалуйста Посмотри Передачу А потом Я когда Ему подошел И сказал Так вы Что считаете Мы украинцы Здесь Населяем Здесь же Огромное Украинское Население Мы до Владивостока Полностью Здесь Извините У меня Вон В Владивостоке У меня даже Кстати Родственники Там есть Ну И до Владивостока И мы будем Смотреть Вы там будете Орвать эшелоны А мы здесь Будем смотреть Да Что нам Предлагает А нам Украинцам Вот я Присягал Союза Советских Социалистических Республик И я Извините Меня Никакого Как бы Никакой Вражды По отношению К русскому Народу Или к Российской Федерации У меня Никогда Не было Никакой Предвзятости Но у меня Закрываются Фестивали Меня Здесь Извините Меня Объявляют Экстремистом 11 числа Вот этого Месяца Не объявили Экстремистом За что За то что Понимаете ли Там никому Не понравилось Это Иероглиф Этого Азова Понимаете ли Что там Где-то у меня В этом Вконтакте Было Я Стал Экстремистом Хотя Я Всегда Средства Массовой Информации Говорили Про мой Фестиваль Там Звучит Украинский Гимн А то Что там Звучал Российский Гимн Никто Об этом Не написал Потому Что Там Фильмы В основном Демонстрировались На русском Языке Но Наши Старые Советские Довженковские Фильмы Понимаете И я Говорил Именно С Аудиторией Когда со сцены Я говорил О мире Я говорю Люди Очнитесь Опомнитесь Какое Право Сильного Мы Братские Народы И мы Должны Между Собой Жить А сейчас Вьется Кровь И каждый Убитый Каждый Убитый Он Является Именно Той Самой Пропастью Которая Между Нами Все Больше И Больше Вырастает Понимаете И не Понимать Этого Это Вандализм Слесич Вот как раз Тут Как бы Может быть Наболело Но Нет Противопоставления Таких Антитез Антитез К тому Что я Говорю Лично Я Как человек Как гражданин Категорически Всегда Был И против Права Сильного Но нам Его Навязали Нам Навязали Еще в 90-х Годах Это Навязано Это Навязано Нет Они Хорошие Они Молодцы Они Действуют В своих Интересах И вы Фактически Как-то Провернуть Это Не смогли То есть Вы не смогли Привести Резолюцию Совета Безопасности В рамках Которых Случилось То То И то Даже По Ливии Резолюция Была По бесполетной Зоне А прямое Участие Ну Прежде всего Французских Военных Затем Уже Англичан И Американцев Привело К тому Что мы Сейчас Имеем На севере Африки Один из Факторов Упавшее Фейлет Стоит Результат Они Сейчас Это Признают Но Поздно Признавать Неплохо Было Признать Изначально В 90-х Годах Ошибки И преступления Сейчас Обама Ездил Извинялся За Южную Америку За политику Которая имела Место В 60-х 70-х Годах Десятки Тысяч Людей Были похищены Убиты Замучены Мы это знаем Это не пропагандистский штамп В советских времен Это реально была Обыденность Чили Аргентины Бразилии И многих Многих Стран Региона И Центральной Южной Америки Извиняться Это хорошо Спустя десятилетия Но практика Она навязана Мы не можем В голом виде Пойти И ходить По Красному проспекту То есть А мы оденем балетную пачку Возьмем белые перчатки И попробуем Отставить свои интересы Соблюдая правила В отношении братского народа По праву сильному По праву сильному Согласен Я не думаю Если вы считаете У меня есть еще время Поговорить Есть еще время По поводу братского народа К сожалению Для наших политиков И для ваших тоже Понятие братский народ Они были выброшены И отброшены И на официальном уровне Вот как вы любите Пример федеральный канал Возьмите украинские каналы Много мы там О братских чувствах Мы помним До крови На Майдане даже Взорвавшихся ролях Никогда мы не будем братьями Мы это не забыли Это было трендом Всей Украине Я приводил слова Алексея Арестовича Есть нация европейская И нация азиатская Тогда он прав Он разжигает войну На десятилетия Как минимум Гибридную Информационную Холодную Любую другую Потому что Не совпадает С вашими утверждениями Практика повседневная Я больше смотрю Украинский канал Потому что мне интересно Мне не все равно И я вижу там Нацизм Который Как минимум Не осуждается Он не совпадает С трактовкой Официальных властей Порошенко не говорит О двух нациях Там и прочее Но он говорит другое Ваши дети будут сидеть В подвалах А наши будут ходить В детский сад Наши дети будут Ёлку встречать Так сказать Новый год А ваши подбомбные Будут сидеть Это тоже Искусственный раскол Общества Разжигание То есть Если он считает А я считаю Что на Донбассе Это его граждане Ты прими все Чтобы граждане Которые Да хотя бы тех Которые не могли Там Пусть отвечают За то Что проголосовали На своих референдум Да дети Не голосовали На референдум Старики Инвалиды Не голосовали Почему они должны Сидеть в подвалах Под бомбами Что сделано Конкретно Чтобы Эту ситуацию Разрулить Я пока Вижу только слова Намерения То есть Сотрясание воздуха Жизнь Знаете Какая прекрасная Когда У нас Наших ребят Когда Которые воевали Кстати в Чечне Называли карателями Я как бывший Было такое у нас Иногда Посредством Массовой информации Российской Федерации Называли Наших ребят Карателями Что там Тоже были люди Под бомбами Тоже были В подвалах И они были Разных национальностей Правда Которые там жили Потому что Тоже Бывшая Советская Республика Правильно Я был Категорически Против Понимаете Ну И сейчас Понимаете Вот У нас все время Чуть что Любой передачи В Российской Федерации Сразу Вспоминаются Соединенные Штаты Америки Ребята Я говорю одно Вот они отношения Между русским И украинскими народами Я не говорю Что американцы Ну что Я здесь С американцами Что ли Посажены Я что Американские деньги Получаю Нет Я смотрю Российские каналы И идет Риторика Одна Там Сидят у власти Фашисты Они Они нелегитимные Давайте Минские соглашения Да Давайте Надо Границу Под контроль Передать Украине Да 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 Давайте Вот наших Боевиков Переоденем В украинскую форму Вот вы Американцы Я Извините Здесь У меня Здесь Мой фестиваль Не финансировали Ни американцы Я Эти самые Вон Ты знаешь Ты сам видел Да И все На свои Собственные Старался Закрыли На чем На фильме В бой идут Одни старики За что За то что Извините меня Быков сказал Знаете Ребята Говорит Вы Вы видели Где мы Воюем Да Ну как Где Ну вот Небо Небо Все Нет Ребята Мы же Воевали Сегодня Над моей Украиной Как Ну Земля Как земля Нет Не скажи Быков Вот действительно Был Вот патриот Вот вообще Прелесть Просто Не скажи И земля То есть И трава Зеленее И небо Глубее Понимаете Насколько И за это Закрыли Мой фестиваль И когда Во время В прошлом году В мае Понимаете В мае И это Сделается Здесь Это сделали Не американцы Это сделали Здесь В российской Федерации Мы будем Продолжать Уже час Прошел Надо завершать Давайте По реплике По реплике Трехминутной Ну вот По поводу Действительно Американцы Я их не считаю Виновным Чем-то Госдет Пашетонский Опном Нет Но они Задают формат Они проводят Совещание Не в Кремле А в Киеве Вице-президент То есть Какой-то Доносит Свою точку Получится такая же Вот Я все при всем Уважение к вам Дмитрий Понимаете Получится Та же самая Передача Которая Вот у нас Идет По центрам Опять Американская Я их не обвиняю Они молодцы Они молодцы Они правильно делают Они отставят Свои интересы Не интересы Украины И не интересы России Они отставят Свои интересы И правильно делают Есть возможность Они это будут делать Пока вы позволяете Пока мы им это позволяем Они будут это делать По поводу Говорю тут Глупые высказывания По диверсионной Или террористической Деятельности Я служил Спокойным генералом Кульчийским Он был капитаном Начальником штаба Центр штурмного батальона Он однажды себе позволил Такое интервью Журналу «Эксперт» Что в начале события Он до переворота Командовал Внутренними войсками На Майдане Боролся с протестующими После переворота Он присоединился К антидеррористической операции И давал интервью Что мы развернем Диверсионную работу На территории России Почему ему пришлось Ограничиться словами Потому что Дали понять Одну грустную вещь Что для того Чтобы дестабилизировать И обрушить Киевский режим Нужно Считанные часы и дни И считанные Ресурсы Как вы говорите Про огромные Это все ерунда Поинтересуйтесь Какими силами Был взят Двухмиллионный голос Двухмиллионный город Масул Был взят Исламским государством Так называемым Какими силами И как Там была 15 тысячная Полностью Укомплектованная дивизия С абрамсами Хаммерами И всем Новейшим вооружением 800 человек Игиловцы взяли Еще Покойный генерал Рохлин Почему был срочно Ликвидирован У него был Конкретный план Дестабилизации Москвы И обрушение режима Вот именно Покойный Да Он покойный Потому что Этот план был реальный И копеечные ресурсы Он требовал Я не буду говорить О деталях Но подобная вещь Она готова В отношении Того же Киева Поэтому перейти К каким-то диверсионным Трешительская акция Разначает Обрушить ситуацию На Украине В считанные часы и дни Вот просто Поинтересуйтесь Как брали города Бывшие садамовские генералы Это они Учившиеся В советских академиях И военных училищах Они Это ИГИЛ Заставляют Военный костяк У меня Вот все Дело в том Что я говорю Именно Говорил именно Про затяжную войну А не про спецоперации Вы знаете Что затяжная война Вот как сейчас идет В Донбассе С этими наемниками Которые очень хорошо Оплачиваются Она Немного Тут сил затратится Потому что Стоит только Дестабилизировать Положение В стране Те же самые Мосты Там Или прочее Плюс ЦС Нападение И прочее Понимаете Но дело то Идет не в этом Это же Самоуничтожение Причем Дестабилизировать Резко отказался Я про то и говорю Я про то и говорю Потому что У нас всех Мы так повязаны У нас всех Родственников У меня Грюзунки Меня Любимый брат Двоюродный Придурок Который Высказал Мысль Про эшелоны В том Это и дело Так я О чем Говорю Он даже Вот Я же Что упоминал Даже во время Встречи с Прохановым У нас тоже были Такие разговоры Я говорю Вы что Ребята И таких Кстати Здесь тоже Полны Полно Насмотрится Этих Передач У них Извините Он просто Экономически Сказал Что это Экономически Безумно Понимаете Это по человеческому Безумно Прежде всего Нет Это для меня Это для вас Это все Я подниму Эту передачу Да Вот в чем Дело Это для нас Для вас А для этих людей Это не безумие Получается Я говорю Для тех людей Которые говорят Что мы здесь Должны Хвататься За оружие И здесь добиваться Эти которые Ноды Кстати Но Национальное Освободительное движение Они тогда Помню Собирался Здесь у нас Томи офицеров Когда собирались Про героев Ласовцев Этот кстати В изборском Только не Без фамилии Только без фамилии Ну да И вот Собирались Когда Здесь Они здесь Вот эти герои Донбасса И думаю Ну встреча Думаю Ну с людьми Иногда беседовал Я Донбасс Я ведь беседовал И с теми И с теми людьми И я с ними беседовал Некоторые люди Не в растениях идут Он говорит Слушай Сергей Не могу понять До такой степени Вот эта пропаганда Когда его обработала Он говорит Ползу В грязи Раненый В ногу Думаю Чего я здесь Делаю У меня мысль Такая Людей вот так Постепенно Подготовили Понимаете Как вот я говорю С тех времен Когда мы делили Черноморский флот Потом мы там С газпромом Все время С этим С газом Понимаете Подготавливалась Вся эта почва Еще тогда И подготавливали Это не американцы Понимаете Вот в чем дело Американцы Мы отвечаем Я про что и говорю Давайте Как во всех этих передачах Почему не любил Американцы Американцы говорят Давайте ребята Давайте отвечать Сами за себя Мы не американцы Вот мне честно сказать Плевать на американцев Да Вот пускай Вот я на камеру Мне плевать на американцев Но мне не плевать Мне не плевать Как мы будем жить потом Что сейчас Я еще раз говорю Вот эта вот пропасть Она растет Каждая вот эта жертва В Донбассе Каждая вот эта Вот этот Крым Это то Что может отразиться То что вот В Югославии Это все не просто же так Мы тоже же обсуждали Там были мусульмане Католики Католики Православные И все И это вылезло Почему? Потому что Там накапливался Именно вот этот Исторический груз Определенные обиды И эти обиды И эти обиды были еще Давным-давно Извините меня Правильно? С времен Турецкой оккупации С времен Усташей Помните? С гитлеровской оккупацией И все это И все это Вырвалось В определенный момент Понимаете? А я сейчас говорю Что сейчас Если мы Не сделаем Определенных Нормальных выводов Не поймем Что вот эта вот Власть нас Действительно толкает На самоуничтожение Друг друга Я почему тогда Говорил людям Почему мы движемся Я почему предупреждал Об этом еще В 2008 году Потому что Я тогда говорил Не потому что Она возможна А я говорил что Конец это Это будет Первая победа Победителей Не будет Понимаете? Не будет И это понятно Все Не будет Ни России Ни Украины Ничего Победителей не будет Будет Непонятное Количество Государства Разросли Че попал У меня тоже накипело Модератор А давай Одну минуту А давай Пока не забывай А то бедный модератор Молчила Во-первых Немножко буквально Во-первых Вот Три вещи скажу Первое Что Мы здесь все Собрались Нас действительно Объединяет одно Что Такие тяжелейшие Проблемы Надо решать Не оружием в руках И не злобой И не ненавистью А все-таки Диалогом Какой бы тяжелый Он ни был Надо Пытаться понять Друг друга Второе Значит Я бы хотел сказать Сергей Леонид Быков Был Прежде всего Патриот СССР Это был Большой советский Патриот Он был И украинец Очень замечательный И советский человек И он очень любил Русское Все русское Национальное Последнее Ролево Было Русский Эфрейтер Святкин Вот Ну и Хочется пожелать Всем нам Все-таки Мудрости Спасибо вам Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует